От доброго упорядкования населенных пунктов до развития спорта. Сегодня первый наместник, керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанков, провел приемы у Житковичах. Якие тему сгадывали же хоры района и как плануются вращать хвалючие их пытания. Доведался Олег Синцеров. Житковская детячая юнацкая спортивная школа установа, вядомая не только в районе, на протягу 27-х годов тут развивали игровые спорты и достигнули значительных успехов. Заслужены мастер спорта Республики Беларусь, два мастера спорта международного класса и 80 мастеров спорта. Такими выниками может поквалиться далеко не каждая спортивная школа, навык в великих городах. А при чатах у активе житковичан 23 международные фестивали по гировому спорту Кубок Полесья. Олег Крихубочек год тому гировой спорт вывели с программы детячая юнацких спортивных школ. Гировой спорт, особенно в Житковичах, имеет очень большие традиции. И мы хотим попросить помощника президента вернуть этот вид спорта для дальнейшего развития. Потому что финансирование прекращено полностью, календарь прекращен полностью, ребят желающих заниматься очень много. Поэтому жалко и обидно, что мы потеряем все традиции и потеряем такой народный вид спорта, как гировой спорт. На приеме у первого наместника керувника администрации президента разнова об махчимости вертания гирового спорта у расклад занятку спортивной школы. В великом того, что Житковская находится в системе профсоюзов, Максим Рыжанков обещает вернуться до керувництва этой организации. Стопроцентных градусов не даю, але думаю, что пытание вырешится остановочно на протягу тыдня, подкресливая первый наместник керувника администрации президента. Наверное, точечно оставлять для каких-то населенных пунктов, либо регионов то, что для них традиционно, и что действительно является основой для не только развития спорта, но и какого-то массового физкультурного движения, а еще в данном случае фестивального какого-то, конечно, такое может быть. Тем более здесь как бы профсоюзная школа. А что такое профсоюзная школа? Вот профсоюзы, они наиболее ближе должны быть и к людям, и к труженикам, да, к их детям. Сегодня жидковичи рихтуются до проведения областных дожинок, а тому тут проводятся масштабные работы по доброупорадкованию. У свою чергу гата зняла шматы, кие пытания, за якими жидковичане звертаются в рай ваконкам. Наведение парадков на земли пытается род галунных тем, які хвалюют местовое населенство. Хать вырешить усе проблемы у этой сферы, поколь усе ж таки не отрымалося, подтверждение чому зворот Жихарки-Вёстки-Ляховичи у гэтом населенном пункте, поколь не отрымалося навести парадок на могилках, у тымлику зарабить огороджу, Максим Рыжанков бере пытания на контроль. На протягу ближайшего месяца парадок будя наведены у тымлику с максимумом притягнением до работ громадских организаций. Есть некоторые еще непонимания иногда между жителями и местными органами власти. Я тут имею в виду, что сельские поселковые советы не всегда, наверное, обладают каким-то таким кругозором и пониманием, как можно вопросы решить, если где-то получить помощь с районной вертикали, где-то вовлечь в решение вопросов самих граждан. Да и граждане не всегда понимают, что, собственно говоря, они тоже должны что-то делать для того места, где живут, и только уповают на какую-то помощь районной, областной вертикали и так далее. Оказывается, если вместе собрать какие-то ресурсы дополнительные, вот как сейчас было пару вопросов, районные, где-то вовлечь местные общественные организации в реализацию каких-то вопросов, уже непосредственно в исполнение, то, в общем-то, дела все двигаются. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель» Житкович.